Добрый день, друзья! С вами канал Дали от города и я, Нина Коновалова. Я как блогер, который ведет дачную рубрику, просто обязана поделиться своим мнением, какие огурцы, на мой взгляд, стоит сажать людям, которые живут, ну, собственно говоря, в любой полосе нашей большой необъятной страны. И почему это так? Живем в Волгоградской области, многие знают, кто смотрит меня. Я пробовала разные сорта огурцов, снимала и уже проверенные сорта и гибриды, снимала и новинки. И, в общем-то, все равно пришла к тому мнению, что нужно сажать проверенные сорта. Ну, несколько сортов, несколько гибридов, чтобы, в общем-то, наслаждаться любимым полезным овощем, разным любимым полезным овощем. И я сегодня расскажу, еще раз, наверное, расскажу о том, каким огурцам я отдаю предпочтение. И на первое место я хотела бы выделить, ну, два вида. Это кураж или герман. Ну, пусть будет на первом месте все-таки кураж. Вообще, кураж – это гордость российских селекционеров. Я его рекомендую сажать всем дачникам и огородникам. Этот гибрид абсолютно не требует опыления и с пучковым типом роста плодов. Из одной пазухи растут сразу четыре огурчика. Иногда даже бывает и пять. Одновременно наливается до 30 плодов. Это супер ранний. Первые нежные огурчики можно уже попробовать через 45-50 дней после посадки. Урожай дает до поздней осени. Если учесть урожайность и отсутствие пустоцветов, то дачники-огородники, которые выращивают огурцы куражев один, точно будут все лето с обменным продуктом. Причем в неограниченном количестве. Сажая кураж весной, вы точно будете с огурцом до поздней осени. Когда другие гибриды чаще всего плодоносят два, ну максимум три месяца. Но это точно не про кураж. Следующий сорт на втором месте. Ну, собственно говоря, я уже сказала, кураж и гибрид, они у меня чередуются. Я обоим этим видам бы отдала первое место. Но пусть будет на втором месте герман. Герман F1. Не требует опыления. Тоже пучками дает до 6-7 корнишонов из пазухи. Гибрид является высокоурожайным. Не требует опыления ультраранней. Он где-то 40-45 дней со дня появления отростка. Его рекомендуется выращивать либо в теплицах, либо в открытом грунте. Без разницы. Герман F1 имеет повышенную устойчивость к болезням. Ну, я уже сказала, 6-7 плодов на узле. Темно-зеленого оттенка, такая грубоватая поверхность, не горькие. И очень-очень плотные. Очень хороший сорт. И вот знаете, он универсальный. Его можно использовать и для приготовления салатов, то есть для употребления в свежем виде, и для засолки, и для консервации. Поэтому рекомендую. Герман F1, но точно так же рекомендую, как и Кураж. Это те сорта, которые находятся на первом месте. Третье место я отдаю огурцу неженский. Один из лучших сортов для засолки и консервации на самом деле. Если все остальные мы кушаем, то неженский я стараюсь консервировать. И все те видео обзоры, которые я делаю с консервацией, в основном идет огурец неженский. Вот огурец неженский, он требует опыления насекомыми, среднеспелый, плодоносит где-то через 50-55 дней от всходов. Он идеален и для открытого грунта, и для посадки в теплиц. Растения со смешанным типом цветения, и вот неженский, он вынослив к засухе. Огурчики сами по себе короткие, такие с крупными бугорками, с редким черным опушением. Плотные огурчики, весом в среднем 100 грамм, прекраснейшего вкуса и сильно выраженным ароматом. Огурец неженский обладает высокой урожайностью, где-то с 1 квадратного метра до 5 килограмм можно собрать. И еще, этот огурец, он устойчив к разным заболеваниям, грибковым, гнилостным и к пятнистости. Если вы встретите на прилавках огурец неженский, обязательно покупайте. Так, еще, у меня часто спрашивают, каких агрохолдингов я покупаю семена. Это, не люблю рекламировать, но это Гавриш, это Поиск, это Айлита, ну вот ИСД. Все, вот больше никаких я не покупаю, ну редко какие-то чужие покупаю, если мне понравится картинка или какое-то еще описание. Дальше, идем дальше. Огурец, маменькин, любимчик, тоже F1. Кстати, друзья мои, не пишите мне в комментариях, что F1, гибриды, это гемомодифицированный продукт. Ну пожалуйста, я вас прошу, сначала разберитесь, что это ГМО и что такое гибриды и F1, а потом уже вставляйте такие комментарии. С этим огурцом мы познакомились недавно. Еще раз, огурец маменькин, любимчик, тоже агрохолдинг Гавриш. Итак, маменькин, любимчик, это детерминатный куст небольших размеров. Он не сильно ветвится по бокам и скудно облистен. Пучковое образование завязи, и вот смотрите, от 3 до 7 штук в пучке. То есть, если 3 огурчика в пучке, то это считается норма. Но при правильном подходе, при правильном выращивании и подкормках до 7 штук в пучке. Цветки практически не дают пустоцветов. Они все женского типа. Завязывают плоды без опыления насекомыми. И вот благодаря этому маменькин, любимчик, подходит для закрытых теплиц, но его выращивают и в открытом грунте. Он прекрасно плодоносит в открытом грунте. Первые урожаи через 45-50 дней после появления росточков. Кожица плотненькая, ярко-зеленая, такая темноватая, корнишонного типа. Плоды сами по себе короткие. Плоды очень вкусные, ярко выраженный аромат, хрустящие. И, конечно же, идеально и для употребления в свежем виде, и для засолки и консервации. Мы еще раз повторюсь, недавно познакомились с этим огурцом. Нам он очень понравился и будем его сажать опять у себя на участке. Подмосковные вечера. Темневызносливый огурчик длительного плодоношения. Тоже он недавно появился у нас на нашем дачном участке. Они стали недавно его сажать, потому что у меня есть хорошее место. А так оно затененное. И как бы пустует, не очень мне это нравится. Так вот, вот этот огурчик прекрасно там растет. Кстати, сейчас я его уже посадила у себя в озоне для того, чтобы у нас плодоносил он по весне, ранней весной, еще до высадки в открытый грунт. Вот растет он уже, уже дал отросточки, быстро дает отросточки, быстро растет. Но поскольку он теневыносливый, то вот сейчас пока еще недостаточно света, он должен в общем-то расти и давать нам урожай. Какой, я вам покажу чуть позже, когда все это будет происходить. Вообще, это очень шикарный огурец, но не букетного типа. Вот именно поэтому, если вы хотите сейчас уже посадить в озонах дома огурчик, покупайте его. В пазухе, ну один, ну максимум три завязи. Мощные ветвистые кусты, боковые побеги длинные, рослые, поэтому обязательно прищипка растений и подвязка. Это салатный, консервный огурчик. Отлично подходит для навески, сосолки, салатов. Благодаря плотной и тонкой кожице, он и в маринадах, и в рассолах сохраняет форму и хрустит. От появления первого отростка до сбора урожая должно пройти 40-45 дней. Идеально подходит для теплиц, для открытого грунта и для выращивания в туннелях. Так что, если у вас на прилавках, магазинах есть подмосковные вечера, если у вас есть такие теневые места, и посадите, вы не знаете, что туда посадить, обязательно купите, посадите и вот увидите хороший огурчик. Вот прям хороший. И самый мой любимый, самый любимый огурец, вот не знаю, мной, моей мамой, это огурец от Седек, китайский, болезнеустойчивый, профессиональная серия. Средне-ранний, не болеет, вынослив к холоду и слабой освещенности. То есть, еще раз, если у вас есть тень, и вы не знаете, что туда посадить, сажайте вот такие огурчики. Огурец китайский, это новый сорт, но в нашей семье мы его полюбили, и вот почему. Одно из важных отличий, это размер плода. Он может быть и 30 сантиметров, и 80 сантиметров. Ну, а если забыть сорвать его, то, конечно, огурчик может вырасти до одного метра. В прошлом году я много показывала этот огурчик, и как я его обрезала, и формировала, и собирала урожай. В общем, нравится он нам тем, что в нем не наблюдается горьких ноток. А кожица, как бы это ни было странно, самая сладкая часть. А вот этот китайский болезненустойчивый огурчик не имеет внутри пустот. Цветение у этого огурца в основном женское, и, собственно говоря, это и гарантирует шикарный урожай. Судя по многочисленным отзывам, при правильном и качественном уходе, можно получить до 30 килограмм урожая с одного куста. Вообще, азиатские сорта, как правило, отлично плодоносят в теплицах, но только не для нас. Мы этот огурчик сажаем на улице. Он прекрасно плодоносит и на улице. Ну вот, собственно говоря, я вам рассказала о тех сортах огурцов, которые мы сажаем из года в год. И в этом году будем также сажать у себя на участке. И уже когда наступит дачный сезон, я точно так же буду рассказывать, как формируем, как ухаживаем, как подкармливаем. Напоминаю, я придерживаюсь органического землетелия и стараюсь на своем участке использовать только народные средства, чем и делюсь со своим зрителем. Есть, конечно, и другие сорта, я к ним достаточно хорошо отношусь. Дашенька, например, есть огурец Зазуля. Но в последнее время что-то семена стали подводить. Не все дают то, чего мы ждем от этих сортов. Так что я с вами поделилась самыми лучшими, на мой взгляд, стартами и гибридами огурцов. У вас еще есть время приобрести эти семена. И уж вы точно скажете мне по итогу сезона большое спасибо. Ну а я с вами прощаюсь. Как всегда желаю крепкого здоровья, хорошего настроения. Всего доброго, друзья. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok